Судя по всему, жители Иркутска массово и крайне тяжело реагируют на резкую смену сезонов. Просто иначе объяснить действия многих наших земляков не получается. Прямо сейчас в областном центре полиция расследует сразу несколько дел. Среди них драка с применением палки за парковочное место, нападение с топором на автомобили, стрельба из ружья на рынке и фотосессия на перелах балкона многоэтажки. Все подробности весенней лихорадки в Иркутске в первом материале выпуска. Именно так накануне делили парковочное место двое жителей Иркутска. По словам одного из участников конфликта, ссора завязалась из-за того, что один из автомобилистов припарковался на чужом месте. Слово за слово и вот в ход идут не только слова. Второй участник конфликта тоже не остался в стороне от рукоприкладства, а потому побои сняли оба дебошира. За нарушение общественного порядка они оба привлечены к административной ответственности. Помимо этого, в зависимости от тяжести вреда здоровью, их действиям будет дана правовая оценка. В последние дни число необдуманных поступков со стороны иркутян резко увеличилось. Так, на рынке южный 50-летний мужчина выстрелил в воздух из ружья. Правда, оружие оказалось охолощенным. А в Наволене на местный житель из-за ссоры с женой топором нанес удары по машинам. Все эти случаи иркутяне уже списали на так называемое весеннее обострение. В принципе, многие люди испытывают определенные перепады в настроении. Действительно, определенное изменение климата. То есть увеличивается дневной промежуток времени, ночной сокращается. Температура воздуха меняется, атмосферное давление. И, конечно, это же меняется и фон гормональный, безусловно. Причем коснулась эта тенденция и подростков. Четыре школьницы из Иркутска забрались на перила на 17 этаже высотки и устроили себе фотосессию. Вскоре их и родители нашли сотрудники МВД и провели профилактические беседы. А на одну из мам даже составили протокол. Правда, психологи отмечают, что в данном случае на поведение повлияла не столько весна, сколько особенности детской психики в целом. У детей такого возраста есть такое желание немножечко порисковать, потому что понимание последствий, это тоже еще только впереди. Бывает такое у них восприятие смерти, как будто бы это неправда, это не может со мной случиться. А еще желание показать себя и самоутвердиться. Так что в случае с подростками весна не главное. А вот взрослым в своем поведении стоит обращать внимание на тревожные звоночки, даже если кажется, что все в порядке. Может возникать так называемое маниакальное состояние. И иногда это можно спутать с просто хорошим состоянием. О, я такой работоспособный, такой активный, как здорово. Но иногда такое состояние принимает болезненные формы. Уж очень какой-то ты активный стал в последнее время. Ты так мало спишь, мало кушаешь и очень много работаешь, очень много делаешь. Мне, конечно, нравятся все твои идеи, но они некоторые уже выходят за грани разумного. Или наоборот, в межсезонье человек может стать слишком депрессивным и вялым. В любом случае, если вы поймали себя или близкого на серьезных изменениях в поведении, это повод обратиться к специалистам. Ведь перепады настроения и скачки работоспособности в итоге могут истощить нервную систему и привести к более серьезным последствиям, как для себя, так и для окружающих. Дарья Эйвазова, Виктор Черкашин. Новости по будням.